всем привет это ольга швец добро пожаловать на мой канал сегодня быстренько быстрое видео о покупках потому что пишу я это все 20 числа не знаю когда вы это увидите у меня прошел мастер-класс полдня практически с 12 до 4 по бровям потом мы стане еще отдельно писали брови и у меня сейчас уже просто последняя стадия перед тем как упасть и уснуть но я остаюсь с вами и рассказывая своих покупках вот такие они идут как мейкап брашис кейс на самом деле здесь можно хранить не только брашис здесь можно хранить еще карандашики всякие тушь maybelline сюда отлично между прочим входит в общем можно сделать кейс для бровей кейс для губ отдельно в общем очень очень много кейсов один я наверное разыграю на своем канале или в инстаграме в общем смотрите это интересно вот такую купила я штучку для покраски волос здесь очень много щеточек это не та примитивная история которая была в прошлый раз поэтому я вам настоятельно рекомендую обратить внимание и вот такие бровиные штучки прошу прощения здесь наводится резкость а самое главное вот это все расположено на такой вот хорошенькой тряпочки которая почему-то фикси позиционировалась чуть ли не как половая но это мягкая классная тряпочка а сейчас я вам покажу еще кое-что это очень интересно оставайтесь со мной смотрите это тряпка для уборки универсальная что до тряпки я вам скажу фикси можно использовать и как пледики как подстилки для животных я даже вот как бы мастер-класс могу на такой тряпочке провести естественно новой подчеркиваю белая пушистая красивая мягкая ничего на ней не разобьется даже если вы что-то уроните и сейчас мы переходим к новогодним покупкам это тоже очень существенная штука вот это пледики они именно позиционируются как маленькие пледы они идут с новогодней тематикой с новогодним рисунком два таких один вот такой сейчас мы тут пишемся с моей замечательной татьяной подружайкой и она сказала что можно вообще использовать как шарфик все будет закрыто ничего не будет продуваться и тематика новогодняя в общем если хотите может быть вам повезет вы их найдете это коробочки шарики новогодние очень качественные хорошие вот такие новогодние коробочки и вот такой классный снеговичок смотрите какой клевый вот он вот коробки качественные шарики качественные звенят это у меня диайвай вазочки я вам их покажу обязательно сегодня вот такие коробочки на новый год для подарков их 4 штучки в упаковке девочки кто пробовал обязательно скажите я хочу понять чего ожидать вот такой фартук для стрижки он разумеется намного лучше чем тот который я брала полтора года или год назад тот уже приказал долго жить а это новый это подставки под горячие они очень красивые они в стиле шебе девочки кто пользовался скажите пожалуйста не отмываются ли эти красивые цветы и бабочки с надписями буду очень рада если отхватила нечто качественное поэтому всех с наступающим новым годом и продолжаем это наполнитель для кошачьих туалетов разумеется сам наполнитель слегка подванивает чем-то непонятным но нужно просто сделать надрез и убрать куда-нибудь в коридор чтобы он там постоял слегка выветрился и все преимущество древесного наполнителя заключается в том что вы можете его смывать в унитаз после использования но не пытайтесь гранулами высыпать в унитаз потому что гранулы в воде разбухнут и все засорят к чертовой бабушке говорю это не из своего печального опыта ну как бы в курсе они да но если это все высыпать короче про высыпи в унитаз до провели их сначала надо высыпать в туалет чтобы не до пилок доходили да тогда пилки можно смывать в тубзик это самый очень гениальный туалет за последние десять лет значит смотрите это елочка вы можете найти много елок которые просто не будут с тремя я видел что попадаются с двумя ну и конечно сыпется вот эти вот штучки ничего не поделаешь да вот такая она где-то примерно пол метра или около того я в общем в восторге студию для съемок купил пятьдесят три рубля представляете 50 50 от слова 5 10 а не от слова пися ну и такой зоо уголок продолжение нашего банкета значит то вот эти колбаски из фикса они очень мерзкие кошки их едят неохотно и даже вообще может быть они их куда-то отпинывают лапами а мы об этом не знаем я могу сказать одно что собака который у меня всеядная от слова все она это есть не стала то есть она помусолила и выплюнула сейчас чистотел от блох и клещей не открывала еще а вот эти вот всякие глистогонки сейчас продаются я вам покажу они продаются формате вот такой суспензии да и вот такого маленького шприца и намного упрощается процедура проглистогонить животное рекомендуется делать раз в три месяца и хозяевам и животным вот такой купила я поводок потому что мы сейчас с кошечкой моей новой любимой ездим в ветеринарку кошечка беспородная найдена была на улице поэтому разумеется пришлось стерилизовать ножом по сердцу серпом по яйцам но как бы увы вдруг ее там кто тоже оприходовала у меня тут через 8 недель было бы счастье я к этому не готова морально и собачий то есть кошачий там идет миллилитр на килограмм а собачий такой экстра сильный он идет миллилитр на 10 килограмм соответственно что в одном что в другом случае 3 миллилитра очень удобно рекомендую все прекрасно миламиновая миламиновая губка мы беру второй раз никаких восторгов ну как-то она прижилась в доме а у вас какие впечатления миламини что у нас тут новенького да говори рассказывай про миламин очень я эту штуку люблю особенно когда вот те моменты которые надо сильно затирать и которые нельзя затирать растительное масло вокруг печки мебельный гарнитур в который там маленько въедается холодильники плиты ванны раковины в кафеле вот эти желтые пятна которые обычно треш 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 они бесполезно да миламиновая губка оттирается на 1 2 2 Таня ты рассказываешь и попутно там гремит косметика мы здесь просто собираемся писать пустые баночки их тут сколько скопилось на килограмма миллионы их тут миллионы их тут килограмм 5 наверное если все это взвесить на весах этих пустых банок и не поднимается рука выбросить нужно срочно все записывать если сейчас я сделаю перерыв хотя бы 20 минут может быть я и я и разгребу это все дело у меня потерялась посылка с байнкоинса я и очень сильно ищу между прочим если вас интересует задавайте вопросы а Субтитры создавал DimaTorzok